Трудное местоописание с библейским порталом Экзегет, книга притчи, 6 глава, 1-й и 2-й стихи. Избегай быть поручителем. И знать, что в далеком будущем ты можешь оказаться тем, кому нужно будет дать. Ну, кто такой поручитель? Я думаю, всем понятно. Берет человек кредит. И в древности так было. Хотя кредиты иначе оформлялись. Суть та же. И поручитель берет на себя обязательство заплатить в случае, если сам этот человек, сам кредитор не расплатится. Ну, действительно, люди избегают такой практики. И, может быть, не нужно об этом отдельно говорить. Ну, и действительно, это не совпадает с такой щедростью, с готовностью поделиться. Но смотрите. Вот дальше идет третий стих. Что угодно делай, сын, но избавься, ибо ты теперь в чужой власти. Я, кстати, читаю в переводе российского библейского общества. И дальше. Шелентяй, ступай к муравью, поучись у него мудрости. Нет над ним ни начальника, ни смотрителя, ни правителя. А он след и запасается пищей, сжатого копит припасы. То есть муравей даже без какой-либо внешней власти заботится о своем будущем. А что делает поручитель? А он на самом деле собственное будущее подрывает. Он делает собственное будущее залогом чужого решения. Вот кредитор некий взял деньги, он отдаст их или не отдаст. Это его решение или обстоятельства его жизни. Но не ты определяешь. И тогда, если ты, собственно, свое будущее сделал залогом чего-то другого, то ты не свободен. И от этой чужой власти нужно избавляться. А в жизни мы очень часто оказываемся в ситуации, когда мы не владеем своим будущим. Ну, во-первых, у нас есть чисто физические ограничения, время нашей жизни, физическое здоровье, многое иное. Во-вторых, конечно, мы живем в обществе, в государстве в каком-то. И нас очень сильно ограничивает это общество, это государство. Иногда с ним происходят какие-то вещи, которые мы абсолютно не контролируем. Там войны, бедствия, пандемии. И что поделать, мы сталкиваемся с их последствиями. То есть нельзя сказать, что человек абсолютно свободен, и книга притчи, и вообще Библия не учат, что он должен быть абсолютно свободен, потому что он, в общем-то, не бывает абсолютно свободен. Но та доля свободы, которая ему дана, может быть ему трачена, причем добровольно. Только ли это про деньги? А как часто мы подписываемся под чьими-то словами, не продумав этого хорошенько, берем на себя какую-то программу, ну, партийную, проще всего сказать, но это далеко не всегда оформленная партийность. То есть мы говорим, что вот мы поддерживаем то-то или того-то, или таких-то. Ведь это тоже поручительство. И мы теперь в чужой власти. И получается, что мы не свободны, что мы должны расплачиваться по чужим счетам, которые мы даже не контролируем. Что значит просящему у тебя дай? Он у тебя попросил, и ты ему дал. Это твои деньги, это твое решение. Это твой просящий. Что значит ты стал поручителем за другого? Он взял на себя обязательства, дальше он их исполнит или не исполнит, а ты отвечаешь, но ты не контролируешь этого абсолютно. Ты ничего не делаешь. И может быть, это стих не столько про то, что надо вот свои денежки в карман туда глубже засунуть, никому не давать, а быть жадиной говядиной. Но скорее о том, что надо быть самостоятельным в своих решениях. И если ты даешь, то уже тогда ты давай. В конце концов, человек берет залог, кредит берет, и ты выступаешь его поручителем, а у тебя, значит, деньги есть. Ну, дай тогда их ему, и это будет уже дело между вами. Но не делай себя заложником. Вот муравей он сам себя способен прокормить. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.